Время новостей, с вами Арстан Балтин, а также Хасан Исраилов. Здравствуйте. Программную статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» полностью поддерживают в Международной Тюркской Академии. В течение месяца ученые, историки, археологи и тюркологи проведут раскопки и всесторонние исследования древне-тюркских ритуальных комплексов Хая, Худак и Гунбург. О работе экспедиции от Хэнтея до Улытау, возрождение исторической памяти в нашем сюжете. От Хэнтея до Улытау, возрождение исторической памяти, всего за два дня экспедиция Международной Тюркской Академии преодолела более тысячи километров по бескрайним степям Монголии. Первой отправной точкой стала святая гора Бурхан-Халдун. Члены экспедиции уверены, что эта местность кроет в себе немало бесценных артефактов о наших предках. Наша экспедиция стартовала с местности Хэнтеи. Смысл этого в том, что археологи ранее изучали район Архона. В прошлом году мы изучали Сиватулан. Раньше местность Хэнтеи была закрыта для тюркологов. С этой целью мы начали изучать объекты и исторические памятники здесь. Монголия готова оказать любую поддержку Тюркской Академии в проведении исследовательских работ и раскопок. Об этом на встрече с главой Международной Тюркской Академии Дарханом Кадыролалы заявил представитель принимающей стороны Гелик Пил Чулан Батар. Монгольский министр образования, науки, культуры и спорта высоко оценил статью Нурсултана Назарбаева. По его словам, модернизация общественного осознания – это действительно взгляд в будущее. Более того, Монголия и заявила желание стать членом Тюркской Академии. Вместе с Тюркской Академией мы готовы проводить исследования. На сегодня наши двусторонние отношения достигли высокого уровня. В будущем, благодаря археологическим исследованиям, я надеюсь, что у нас будет доступ к новым данным. Ожидается, что в течение месяца участники экспедиции посетят сакральные места в Монголии и Казахстане, значимые для тюркской истории. Стартовавшая у священной горы Бурхан-Халдун, группа ученых затем проследует Кулытау, где находятся усыпальницы Алашхана и Джучихана. Агирима Кимжанова, Саят Жукен-Уле, Хабар-24, Монголия. Президент расставил точки над «и» в вопросах перехода казахского алфавита на латиницу и дал исчерпывающий ответ тем, кто воспринял это как уход от русского языка. Интервью, данное намедниным Нурсултаном Назарбаевым, агентству Хабар, комментируют эксперты. Так, по мнению главы Комитета науки и Минобразования, президент подсказал отечественным ученым, работающим над созданием нового алфавита, в каком направлении стоит двигаться дальше. Вчера глава государства очень дипломатично подсказал всем, как эта проблема будет решаться. То есть на латиницу будет переходить только казахский язык, а русский язык будет оставаться на кириллице. Еще одна тонкость была подчеркнута главой государства о том, что латинская графика казахского языка должна лечь на основу компьютерной клавиатуры, что мы не должны вводить дополнительные какие-то знаки. Полностью я поддерживаю, и латинский алфавит уже есть. У нас вошел уже в жизни. Люди смс пишут с помощью латинского алфавита. Это латинский алфавит, основа международных законов, тоже пишется латинский алфавит. Международной авиации, международной политики, международного туризма. То есть везде и всюду международные науки. Это язык нанотехнологий, это язык биотехнологий. Модернизация общественного сознания – необходимая составляющая интеграции в современные мировые процессы, считает доктор наук по государственному управлению из Украины Оксана Пархоменко-Куцевил. Она подчеркнула, что такие инициативы президента Назарбаева, как переход на латиницу, 100 лучших учебников и 100 новых лиц Казахстана, особенно важны для современной молодежи. Первое – это, конечно же, переход на латиницу. Это действительно интеграция в общественное сознание всего мира. То есть молодежь сможет понимать, другую молодежь сможет учиться в других странах мира и не чувствовать себя как бы обособленной. Одно из главных, что мне действительно очень поразило, это перевод самых лучших учебников, 100 учебников, на казахский язык. Это действительно очень важно, потому что наша молодежь украинская, она не имеет возможности иметь эти учебники под рукой. Естественно, интересно и есть 100 лиц Казахстана, то есть те, которые внесли лепту за 25 лет, которые родил Казахстан. Молодежь, она будет на них опираться, она будет смотреть на их пример. В Кирбулатском районе Алматинской области выращивают техническую коноплю. По словам специалиста, содержание в ней наркотических средств нулевой, а волокна нужны в текстильной, автомобильной и компьютерной промышленности. Сырье будет поставляться только на экспорт. Также здесь выращивают картофель, чипсы из него обеспечат выход на мировой рынок. О перспективах производства экспорта ориентированной продукции в регионе, расскажет Гульнар Жантасова. 600 гектаров составляют посевы конопли. Здесь, в Кирбулатском районе, она прижилась лучше всего, говорят специалисты. А для этого пришлось в качестве эксперимента сажать ее в пяти областях республики. Волокна промышленной конопли давно и прочно вошли в производство крупных автоконцернов Европы и Америки. Из нее выпускают текстиль, сверхпрочные канаты, а также композитные материалы. Мы ориентируемся только на экспорт. Мы должны выходить с товаром, который будет востребован на внешних рынках. Мы должны показать, что из Казахстана выращиваем, и сразу оно должно производиться где-то в Европе, в Северной Америке. В хозяйстве Рахимжана Сурабалдинова с этого года решили выращивать картофель на чипсы. В последние годы с реализацией корнеплода обычных сортов были проблемы. В процессе эксперимента решили заняться разведением чипсового картофеля. Сейчас он растет на площади почти в 100 гектаров. Спрос идет. У нас есть уже гарантия, они уже будут принимать от нас. Мы будем увеличивать посевную площадь. 95% всех посевов сои и кукурузы в республике приходится на Алматинскую область. Половина продукции технических культур экспортируется в страны Азии и Европы. Сейчас полным ходом идет работа по развитию интенсивного садоводства. Сады на основе инновационной технологии высажены на площади почти в 5000 гектаров. Наша область может полностью обеспечивать себя и на сегодняшний день обеспечивать, и имеет возможность реализовать продукцию за рубеж. Это плодами и овощами и фруктами. В прошлом году у нас в Панфиловском районе на площади 1000 гектаров разместило яблони, вишни, черешни, груши. В ближайшие 2-3 года эта компания будет уже свободно поставлять не только наш рынок, но и рынок за рубеж. Идут на экспорт и лекарственные травы, наращивается мясное и животноводство. В регионе в последний год-два основано 6 крупных откормочных комплексов, в среднем на 5000 голов. Также возводятся два завода ведущих мировых концернов по переработке мяса мелкого и крупного рогатого скота. Гульнар Жентасова, Олжас Байбусынов, Хабар-24, Алматинская область. Возросшее напряжение, которое наблюдается между США и Северной Кореей, вызвало беспокойство мировой общественности. Однако сами жители Америки выразили неоднозначное мнение. С ними беседовала наш собственный корреспондент США Майра Абдрахманова. Словестная война между Вашингтоном и Пхеньяном осложнила ситуацию на корейском полуострове. Кем Чен Ин заявила о готовности подемонстрировать американцам серьезный урок. А Дональд Трамп пригрозил Северной Кореи ответить огнем и яростью. Мировые лидеры уже осудили такую риторику и призвали к переговорам. Тем временем большинство американцев считают северокорейскую угрозу преувеличенной и не воспринимают ее всерьез. Другие опасаются последствий глобального масштаба. Ядерное оружие должно быть запрещено и от него надо полностью отказаться. Ему нет места на планете. Невозможно управлять оружием подобного рода. Вообще страны должны смотреть друг на друга с позиции важности жить в мире. Но я скорее пессимист. Ситуация, к сожалению, никак не выправится. Ужасные последствия использования ядерного оружия во Второй мировой войне до сих пор неосознаны. Я больше переживаю за новую администрацию, которая теперь у нас, чем о Северной Корее. Конечно, эта ситуация волнует многих, но не больше, чем другие проблемы у нас. Пусть угрозы останутся на словах, ведь речь идет о невинных простых людях в той же Северной Корее, у которых, наверное, безумный лидер, а возможно и у нас такой же. И напуган я и их ядерной программы. Вряд ли есть такие спятившие, которые запустят ракеты против нас. У нас 10 тысяч единиц ядерного оружия, из них 5 тысяч активированы. И уверен, держим такое оружие у северокорейских берегов. Нельзя допустить применение оружия, ведь люди не виноваты и там, и здесь. Надо прекратить ссориться, как это делают дети на игровой площадке. В начале августа Совет Безопасности ООН осудил очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и принял новую резолюцию, ужесточающую санкции против этой страны. Но словесная перепалка между Вашингтоном и Пхеньяном может перерасти в военное столкновение, которое станет реальной угрозой международной безопасности, негативно отразится на усилиях в области разоружения и нераспространения. Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар, 24, США. Между тем президент США представил новую стратегию в Афганистане. Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных будут расширены для борьбы с терраистами в регионе. Поспешный вывод американских войск из Афганистана оставит там вакуум, который займут терраисты, как это случилось в Ираке. Трамп также отметил, что Вашингтон отныне не будет объявлять о численности своего военного контингента в стране и оглашать сроки начала и окончания военных операций. Он также обратился к властям Пакистана, заявив, что США не намерены и дальше мириться с тем, что страна стала убежищем для экстремистов. Официально американская кампания в Афганистане завершилась в 2014 году. Новые СК специального назначения продолжают оказывать помощь местным военным. В данный момент в Афганистане находятся 8400 американских солдат. Верховный суд Индии временно запретил процедуру мгновенного развода. Правила расторжения брака у мусульман дают и позволяют мужчине расстаться с супругой, просто произнеся или написав ей три раза слово «талах». Ранее жертвы таких разводов и несогласные активисты подали ходатайство в Верховный суд. Мусульманские женщины заявляли, что мужчины злоупотребляли этим правом, используя для сообщения о разводе в скайп и даже ватсап. Трайный талах практикуется, несмотря на то, что про него в Хуране ничего не сказано, пока отсутствует какая-либо защита мусульманских женщин от практики произвольного и несправедливого развода, говорится в их заявлении. Верховный суд направил запрос властям Индии подумать о создании подходящего законопроекта в этом вопросе. Пока же запрет на мгновенные разводы введен на шесть месяцев. 170 миллионов мусульман составляют около 13% от всего населения Индии. Мы очень счастливы, что победили. Суд счел тройной талак неконституционным. Он не соответствует и Корану. Мы с самого начала считали, что будучи гражданами Индии, мусульманские женщины имеют право на судебную защиту. Сербия отозвала всех сотрудников посольства в Македонии с целью проведения срочных консультаций. Этот демарш совпал по времени с сообщениями о том, что Македония поддержала дипломатические усилия Косово по вступлению в ЮНЕСКО. Бывший автономный край в составе Сербии Косово объявил о своей независимости в 2008 году. За 10 лет до этого силы НАТО нанесли авиаудары с целью остановить репрессии против этнических албанцев. Независимость Косово признали 114 государств, в том числе и Македония. Однако Россия и Китай до сих пор блокируют его членство в ООН. Следует отметить, что треть населения в Македонии составляют албанцы. Напомню, отношения двух стран обострились после того, как выяснилось, что в штурме парламента Македонии 27 апреля участвовал представитель сербских спецслужб при посольстве Горван Живалевич. Тогда протестующие ворвались в здание и избили нескольких депутатов, включая премьер-министра Зорана Заева. Вернемся в Казахстан. В северных регионах страны за последние 20 лет наблюдается снижение плодородности почвы. Так утверждают ученые научно-производственного центра зернового хозяйства имени Александра Бараева. Показатели содержания азота, фосфора, гумуса и полезных органических веществ, по их наблюдениям, упали на 30-40%. В Министерстве сельского хозяйства Республики уже взят курс на усиление субсидирования и увеличение поставок минеральных удобрений. Но ученых беспокоит то, что сами земледельцы пренебрегают элементарными правилами ухода за почвой. В качестве рекомендации аграриям они предлагают простой, но очень действенный метод. В стенах нашего института родилась одна из идей, это так называемый полдосмен. Предлагается не чистое поле пашни, которое подвергается ветровой эрозии, солнечному разрушению под действием солнца, а поле должно быть закрыто каким-нибудь растением. С одной стороны это возврат органического вещества, а с другой стороны для фермеров дополнительная продукция в виде сена, может быть, так и в виде продукции зерновой. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем часе.